Сегодня в центре города внезапно начали вырубать деревья. Десятки спиленных столбов появились вдоль улицы Красный Путь. Фото и видео омичи сразу же выложили в сеть. Прохожим объяснили, все законно, документ подписан главным агрономом города Галиной Цыгановой. Наша съемочная группа оперативно выехала на место и, как оказалось, это совсем не так. Законна ли вырубка, выяснила Ксения Тойчкина. ЗВОНОК В ДВЕРЬ В документе прописано, до конца года Красный Путь лишится 17 деревьев, 7-я Северная 28, Березовая 60. Высадят ли что-либо взамен, об этом ни слова не сказано. Только цифры, виды деревьев и надпись рядом с графой выполнено. Это не только клены, но и пирамидальные тополя, которыми часто засаживают парки и скверы. На месте же наша съемочная группа заметила и стволы бывших яблонь. Также говорят об этом местные жители. По решению комиссии деревья были признаны аварийными. Хотя стволы достаточно маленькие, но все же судить экспертом. Мы связались с главным агрономом Омска Галиной Цыгановой. По ее словам, яблони аварийными признаны не были. Разрешения на их вырубку никто не давал. А значит, деревья спилены незаконно. Как выяснилось, распоряжение выдали специалисты администрации Советского округа. Очень такая негативная ситуация. Не согласовали с нами. Омоложение живой изгороди. То есть все деревья приняли решение согласовываться через городскую комиссию. Любые манипуляции. Но вот в данном случае живой изгородь не согласовали. Понятно. А какое-то наказание следует в связи с этим, что не согласовано? Ну, будем разбираться. Но это уходные работы. Они считают... Начальник посчитал, что она имеет право сделать санитарную подрезку. Около двух десятков яблонь спилены практически под корень. Как нам пояснила Галина Цыганова, в этом нет ничего страшного. По ее словам, деревья росли в живой изгороди, которая достигла своего пика. Ее омолодили. Процедуру прохожие расценили как варварство. Можно было прочистить, а не спилить все это совсем. Потому что взамен ничего не садится. А сухостой бы обрезали, и они бы росли, и нормально все было. И зеленый город, и свежий воздух. А так пока не вырастет. Безобразие. Потому что у нас в городе спиливают то, что выгодно частным предпринимателям. Нужно, чтобы эти окна были видны. Их все... Ну вот... Понятно, реклама, чтобы была... И где это мешает, спиливают деревья. Это уже ясно и понятно давным-давно. Не потому, что деревья там старые. В общем, безобразие. По словам эколога Сергея Костарева, спилить яблони чиновники намеревались еще три года назад. Тогда помешали общественники. На этот раз среагировать не успели. Все произошло внезапно. Эколог уверен, очередному предпринимателю нужно было место под застройку, где уже росли деревья. Согласно правилам, вырубить он их может только если компенсирует ущерб в трехкратном размере. Он бы и рад. Да только места в городе под посадку не хватает. Используют одни и те же. Попросту говоря, если администрация города дает разрешение на строительство в какой-нибудь зоне парковой или засаженной строительства дома, или, например, в парке 30 в ЛКСМ комплекса какого-то развлекательного, то они где-то должны на территории города дать разрешение для высадки вот этих вот компенсационных растений. И в связи с этим каждый раз в одном и том же месте вырубают деревья и садят их за счет этих предпринимателей. Вырубают и садят, вырубают и садят. Каждый подобный случай общественники фиксируют и передают данные в контролирующие органы. Однако пока конкретных действий не последовало.